Начинаем тогда. Начнем, благословясь. Но есть целый блок историй, агады, которую те, кто ведут курс, так или иначе, агады Талмуда, очень, эту тему чаще всего не касается, просто этого блока, агадоты просто не касается, либо наоборот, те, кто ими занимается, занимаются только им. Они стоят отдельно, и это блок из 15 рассказов Рабы Барбархана, в Масахте Баба Батра, который не похож на первый взгляд именно вот такой густым потоком того, что в нем рассказывают, ни на что другое. На самом деле, это неправда, есть подобные истории, но эта история хороша, именно вот эти 15 историй, которые здесь рассказаны, они отличаются от почти всего остального, что есть. Дело в том, что Раба Барбархана, вот эти истории, это истории в стиле, так, при беглом чтении, этакий барон Мюнхгаузен. Он, значит, ну давайте немножко о нем. Значит, это мудрец, по всей видимости, рожденный в Вавилоне, по всей видимости, но точно известно, что учился, это третье поколение амараев, значит, то есть по возрастам это должно быть приблизительно самое начало четвертого века, то есть где-то трехсотый год вот в этом районе он должен жить. Значит, он учился в Эра Цесраэль, а потом вернулся назад в Вавилонию. Но он много путешествовал. Причем по каким делам, непонятно. Это не путешествие в стиле, да, в Эра Цесраэль учился у Раби Йоханана, то есть он, учителя у него великие, но он в основном все-таки пребывал в Вавилонии. И есть описание его похорон, которых траур по нему объявила там вся вавилонская община. Он безумно много путешествовал и до окончательного поселения в земле Израиля, и путешествовал в Вавилонии, и путешествовал по самой Вавилонии тоже. То есть это бесконечные какие-то путешествия. И оттуда он привез, и как-то вот Бава Батра, трактная Бава Батра есть, начинается там, пятая ее глава начинается с короткого рассказа о том, как оформляется сделка по продаже из судна. То есть там идет, значит, не очень для нас важное правило о том, что когда человек продает судно и не указывает подробности, что входит в понятие судна, что является автоматически его частью. Ну, например, человек, который продал судно, продал ли он мачты при судне, продал ли он питьевые баки, продал ли он весла, паруса, такелаж, что может забрать хозяин, если в договоре это неупомято. Тема простая, поэтому Талмуд очень недолго там, вот столичка, обсуждает саму тему, а потом резко срывается на известного путешественника, который начинает рассказывать, что он видел в далеких путешествиях по морю. Причем путешествия здесь такие, начинается с путешествия по морю, потом будут истории о том, как он путешествует по пустыне, промежуток там еще нескольких историй, а в конце он окажется на краю света, около горизонта, самого горизонта, место, где целуется небо с землей. Все истории являются такой классической, ну, гузыма такое, хорошее слово на еврейке есть, преувеличение. Причем такие в стиле классическом еврейском, ну, для тех, кто, я не знаю, был, не был, слышал это высказывание или нет, Тара говорит Балашон Хабай, то есть гузыма. Тара говорит преувеличение, пророки говорят преувеличение, и мы говорим преувеличение. Значит, ну, и приводятся цитаты из Торы, из пророков, где явное преувеличение, просто, ну, сознательное преувеличение. Ну, какой-нибудь пример там из Торы, когда разведчики приходят из земли, с разведки земли Израиля, они говорят, это города до небес, да? Понятно, что преувеличение. Ну, самым характерным примером является, естественно, рассказ о бегемоте и Левиафане в книге Йова, где бегемот вначале явный, стопроцентный бегемот, ну, такой вот очень понятный и естественный, который где-то там в реке обитает, а в конце он превращается в дракона огнедышащего. Причем так потихоньку, такая раскрутка по спирали идет. В этом смысле очень хороший отрывок, просто поэтически безумно красивый, но вот это вот спиральное раскручивание, там очень яркое есть. И Левиафан, который вначале, рыбка, который балуется Всевышний, в конце предлагается поймать Левиафана, то есть этого самого кита, на удочку проткнуть ему жабры куканом, веточкой с этим самым, с отростком, и понести на рынок, чтобы продавать торговцам. То есть, ну, вот опять вот такие вот преувеличения, ну, ну, или то-то, не важно. Так вот, рассказы Рава Барбархана, они все в этом ключе абсолютно. Они ни на что не похожи. Вплоть до того, что там есть несколько было книг, которые эти рассказы переделали для детей, причем с подзаголовками или в предисловии прямо сказано, что рассказы, вот вам рассказы еврейского Мюнхгаузена. В общем, есть немножко. Почему? В чем проблема? Проблема, естественно, у комментаторов. Комментатор, когда читает такие рассказы, он потихоньку начинает сходить с ума и пытается все-таки понять две вещи, объяснить читателю две вещи. Во-первых, что хотел Рава Барбархана, когда рассказывал это в Ешивах, заведомо, где он еще мог это рассказывать. А во-вторых, с чего вдруг Талмуд решил эти рассказы поместить? Причем поместить их вот таким, ну, он там, кстати, Рава Барбархана упоминается в Талмуде довольно часто, именно как ученый, как галахист, как человек, который специализируется на галахе. Но почему вдруг Талмуд просто выделил подряд приводить эту историю, это тоже непонятно. И дальше я начну рассказывать, покажу уже, что происходит с комментаторами, у которых глаза лезут явно на лоб, и они пытаются, ну, хоть что-то по этому поводу сказать. Значит, первые две истории я сразу хочу сказать, что истории эти рассказаны на чистом арамейском языке, все пятнадцать, без, не на, не в стиле принятом в Вавилонском Талмуде, такие гибрид иврита с арамейским, точнее, это явно арамейский, в который добавляется огромное количество ивритских слов. Ну, так как говорят, знаете ли, в ешивах, вот, если кто-нибудь из вас побывал там в любой ешиве, национальной там, в русской, французской, английской, то все, кто разговаривает, вставляют в родной язык огромное количество ивритских слов, причем талмудических оборотов, это вполне естественный такой стиль. Вот Вавилонский Талмуд, он на самом деле написан где-то в этом стиле. Значит, ну, обычно я говорю следующее, что для того, чтобы читать основной рассказ, основные споры Вавилонскому Талмуда, нужно знать около 200 арамейских слов, обычно этого хватает. Талмудический словарь для учеников очень тоненькая вот такая книжка, вот такая вот, ну, совсем тоненькая. Но вот полный Вавилонский Талмудический словарь, это вот такая книжка, причем очень мелким шрифтом, это вот такая вот, вот такая толщина, это словарь Джастерва в данном случае, были у меня в руках. Это, то есть, это в полной, собранной полностью. Дело в том, что иногда, особенно в Агаде, Талмуд может перейти на чистый арамейский. И тогда у читателя Ешивного, который арамейский, знает, ну, я говорю, 200 слов, которых обычно достаточно, потому что, ежели вдруг появляется слово, выходящее за пределы этих двухсот, то Раши бросается на помощь, то есть, вот Раши знает, он явно преподавал, он знает слова, которые ученики не знают, и он трудными словами моментально приходят на помощь и переводят трудные слова все, ну, более редкие слова, чем основные. Значит, но как только мы попадаем в рассказ целиком на арамейский язык, то нормальный ученик плывет. Значит, это чистый арамейский язык, но как следствие этого, я хочу заметить одну вещь, что в тумудических рассказах, написанных на чистом арамейском языке, начинается проблема версий, начинается проблема уточнения версий, они не всегда чистые версии, плюс ко всему, особенно в Агоде, потому что, если в Галахе комментаторы очень тщательно следят, и так как они блестяще знают материал свободно, то они, вспоминая все параллельные места, очень часто аккуратно правят текст, и причем регулярно это делают, им не нужно видеть других рукописей, чтобы понимать, что здесь что-то не то написано, нужно поправить, и обычно указывают на основании, каких параллельных мест они исправляют текст. В Агоде это невозможно. В результате текста годы немножечко более, ну, есть варианты, многое, приходится их регулярно проверять по куче рукописей. Я просто третий рассказ Равы Барбарханы заставит меня остановиться на двух вариантах. Я вообще, надо сказать, не люблю сравнивать варианты текстов, хотя одним глазом всегда слежу за этим, по причине того, что, ну, вот, знаете, как переводчик, когда мне приходится указывать разночтение, я сразу предупреждаю, что указывают только разночтение, влияющее на перевод. Если разночтение не влияет на перевод, то есть написано «каркафта», а не «каркушта», ну, типа этого, то ладно, я просто не пометку даже такую ставить не буду. В данном случае там будет парамест, где существенно пометка, будет вариация. По этому поводу я сразу хочу оговориться, что в наших изданиях Талмуда первый и второй рассказ этого блока из 15 рассказов по сравнению, например, с такой авторитетным источником, как «Гамбургская рукопись», переставлены места. И дальше я объясню, почему мне кажется, что «Гамбургская рукопись» точнее, и надо вначале читать тот рассказ, который идет вторым. Но я буду сейчас говорить про первый, начну именно с того, который у нас идет первым, просто потому, что он проще второго. И при этом на его примере покажу, что происходит с комментаторами и почему комментаторам так плохо, когда они с этим сталкиваются. Итак, Амар-раба. Имеется в виду раба-бар-бар-хана. Значит, раба-бар-бар-хана у него был папа, но имя папы было тоже раба. И я не знаю, или это прозвище одинаковое. И чтоб не путаться, его называли через деду. Значит, Амар-раба-бар-бар-хана имеется в виду. Рассказывали мне, обратите внимание, что в данном случае он не говорит, что он сам в этом принимал участие, а это ему рассказ. Но он путешествовал. На Хотайяма, те, кто ходят по морю, мореходы, волна, которая пытается потопить судно, на ней видно сверху цуцита. Значит, цуцита – это либо чубчик, либо искры белого цвета, извините, огненный значит, чубчик. На вершине ее виден чубчик белого огня, вот дословно. Нура-хиварта, нура – это огонь, да, хиварта – это белый. Значит, или искры, или чубчик, я сложно думать, что все-таки это чубчик. Гребень белого огня, и по нему бьют ветками, на которых выграверана эльге, ашер эльге, я тот, я тот, кто есть, я гашем цваот, амен, амен села, вынаях. Значит, по нему бьют ветками, на которых написано имя Всевышнего, потом еще я, хашем цваот, опять имя Всевышнего, амен, амен села, села, в данном случае это еще одна вариация, амен, и тогда волна успокаивается. Точка, спасибо, вот на этом все кончается. Остальные рассказы будут более развитые и не столь простые, этот я выбираю, первый рассказ, я считаю, что он вторым должен быть, но первый рассказ в данном случае удобен по причине того, что он очень простой и короткий. значит, и так, и волна, которая пытается потопить судно, по, на ее верхушке гребень белого огня, по нему надо ударить веткой, на которой выгравированы имена Всевышнего, и тогда она успокаивается. Давайте я сделаю следующее, я зачитаю сразу второй тогда рассказ, чтобы просто понимали, что стилистически они похожи. Сказал раба, ну, Барбархана, рассказывали мне те, кто ходит по морю, что между волной-волной 300 парса. В парсе 4 километра, то есть, ну, 4 мили, миля – это около километра, на самом деле. Значит, соответственно, 300 между волной-волной 300 парсот, то есть больше тысячи километров, и высота волны 300 километров, мы читаем, меня спрашивают, я лягусь, мы читаем трактат Баба-Батра, лист 73-й А, первая страна, значит, там будет Мишнахаму Хэрсфина, продающий, продающий, это начало просто главы, пятой главы, продающие судна, потом будет короткое обсуждение, а потом будет вся эта, весь этот блок рассказа Амарраба, Амарраба-Барбархана или просто Амарраба будет написано. Значит, тысяча, значит, и высота волны тысяча, вот, тоже 300 парс. Один раз мы шли по дороге и подняла нас волна настолько, что мы видели Мирбет Кохавадзута, мы видели место пребывания маленькой звезды. И нам казалось, что ее площадь похожа на площадь, на которую можно поставить, посеять 40 Сеа горчицы. Значит, ну, давайте так, когда площадь оценивается в Сеа посева, значит, площадь засева один Сеа, это 50 локтей на 50, значит, соответственно, ну, грубо, 25 метров на 25 метров, да, это площадь БС, называется, это измерение площади. Значит, горчица, насколько я понимаю, сеется, это немножко больше площадь, площадь Са сосева горчица, это больше, но мы видим, что площадь небольшая, ну, даже если это пшеницы, да, то это 40 Сеа, соответственно, ну, простоты ради 250 метров на 100. Да, ну, горчица, значит, наверное, получится побольше. И если бы волна подняла нас еще выше, то нас бы сожгло от жара этой звезды. И закричала волна волне друг, хабирти, друг, или товарищ, это волна к волне кричит, не осталось ли места в мире, которое мы еще не смыли, чтобы я мог, волна, могла туда прийти и смыть его, чтобы оно пропало. Отвечал ей, отвечала ей первая волна, «Иди и учи отсюда силу Всевышнего, что несмотря на мою силу и мощь, на мою высоту и мощь, я не могу пройти песок морской, ибо сказано, «Неужто меня не убоитесь, говорит Хашем, неужто передо мной не пойдете в ниц, ибо я поставил песок границы морской в закон вечный и не пройдет, будут вздыматься над них и не смогут, беситься волны и не перейдут». Это вторая история. Давайте я попробую пересказать своими словами, может быть, чтобы было проще. Итак, мы шли по морю, и на нем, по нему гуляют волны высотой 1200 метров каждой, и расстояние между ними 1200 метров каждой. и волна подхватила судно и вознесла вплоть до того, чтобы могли увидеть звезду приличных размеров, маленькую звезду, планету маленького принца, увидели звезду и ближе приблизиться не смогли, и услышали, как волна обращается к другой волне, которая от нее находится на те самые 1200 километров, и говорит, могу ли я что-нибудь еще уничтожить, и первая волна отвечает, не сможешь, потому что Всевышний песок поставил границей. Море. Я хочу просто для тех, кто не сталкивался с этими делами, зачитать, наверное, третий рассказ, просто чтобы стилистику поняли, что они разные, эти рассказы, они эти два рассказа сцеплены, дальше они будут другие несколько. Я зачитаю просто для образца, прежде чем обсуждать, я просто зачитаю три первых рассказа в качестве образцов, и дальше можно будет приступать к обсуждению. Значит, сказал раба, я в эгиде Хазели, мне самому показали, я лично видел гурмин, вот гурмин или гурмис это спор рукописи, и комментаторы трактат Бава Батра, там в некотором месте Раши прекращает комментировать, он просто умер. И его место занимает Рашба, и он является комментатором трактата, там просто стоит место, что досюда комментировал наш учитель Раши, и на этом месте он кончил, и дальше его место занимает Рашба. Сразу видна разница, там, где Раши ограничивается одной фразой, Рашба многословно, никуда не денешься от этого. Раши, то есть разницу между Рашей и не Рашей видно сразу, то есть есть первый вариант, дело в том, что в наших Талмудах привезен третий комментарий Раши, третья редакция, а там, где он не успел или не написал, приводится либо кто-то в стиле Раши, либо вообще первая версия комментарий, и видно разницу в классе, то есть он третья версия отличается от первой очень сильно, причем в пользу третьей версии, третья версия несравненно, вот стиль выработан блеск редкости. И Рашба в этом месте, Рашба, извините, я Рашба говорю, Рашба, это внук Раши, Рашбам по этому поводу пишет следующее, по поводу имени героя рассказа, Гурмин Бенун, пишется через Нун, и так я слышал от своего отца и наставника, а я слышал, что не Гурмин, а Гурмиз, через Зайн в конце, а это имя Керта, как рассказано в трактате Санхедрин, я расскажу, рассказ трактате Санхедрин. Почему это важно, потом будет ясно. Но, значит, некая Гурмин Барлилит, значит, Гурмин Барлилит, дело в том, что как только появляется Барлилит, Талгут как бы автоматически отождествляет его как черта. Правда, вопрос этот по ряду комментариев на половину черт, на половину человек, но это не важно, он может быть и чистокровным чертом. Значит, Гурмин или Гурмиз, где он рагет паршем, извините, рагет Акуфа, что он прыгал, скакал по стенам города Махоза и за ним скакал всадник под стеной и не смог его обогнать. Однажды два мула привязанных мула стояли на двух мостах, перегрошенных через реку Дунгбар, Дунгбар, подобное какое-то слово, не знаю я этой реки, я плохо знаю географию города Махоза. И понятно, что мосты были далеко друг от друга и этот самый Гурмин перепрыгивал с одного мула на другой, они стояли значит на разных мостах и в руках у него было два бокала с вином в нашей версии, а в Гамбургской версии два бокала с водой и это принципиальная разница в Багаде, потом расскажу почему. И в руках у него два бокала с вином и пока он перепрыгивал, он перевал вино из одного бокала в другой и ни одной капли вина не упало на землю. И в тот день и тот день был днем «Ялуха Шамэм выгердут гумот» это цитата из псалмов «Падымались к небесам и падали в пропасть». Это 107 псалом это ну галэль такой «Люди идут в Эрец Исраэль» и описание морских путешественников и их мотало на корабле подымало к небу и падали в пропасть то есть это был день ненастья и когда услышали о нем власти они его убили. Спасибо за внимание. Конец Давайте еще раз вместо внимательного чтения просто перестать. Значит я видел как гурмиз барлилит прыгал бежал по стенам города махоза а за ним по вокруг стены наконец скакал всадник и не смог его обогнать. однажды он поставил по ослице по мулу по коню хотите по коню на двух мостах перекинутых через реку и прыгал с осла на осла на разных мостах при этом переливая из руки в руки бокалы с вином и ни капли не упало на землю. А день был буря и вдруг все это обрывается когда услышали об этом власти они его убили. Ну по-моему три этих истории в общем дальше будут другие еще истории но третьи истории хорошо дают нам понять о том о чем что это за рассказ отолкнуты. значит и так я сказал что гамбургская рукопись вообще тот рассказ который в наших талмудах приводится первым приводится вторым начинается рассказ который я сейчас буду хочу я не просто он поставит некоторый свет на остальные рассказы и будет принципиально и мне кажется что правильно гамбургская рукопись права аналогична такое построение ситуация с ними выглядит так понимаете комментаторы которые хотят толковать о году обычно они ищут в рассказах талмуда мораль и в общем было бы странно если бы они в ней не искали мораль потому что рассказы талмуда в конце концов талмуд это сборник конспектов которые ученики записали в в ешиве а потом эти конспекты когда их решили собрать там за три века работы ешив их собрали потом еще лет пятьдесят редактировали и скомпоновали вот талмуд то есть начинается все с частных конспектов причем еще раз талмуд записали и продолжали после записи еще раввины и рав аши хотя они записали талмуд но после них талмуд есть еще люди следующие поколения то есть его продолжали над ним работать над талмудом а потом еще целое поколение то что называется работа на самурае пятьдесят лет редакции то есть этот текст хорошо отредактирован и понятно что когда происходит редакция из огромного количества конспектов ну во первых стиль конспектный хорошо виден талмуде именно поэтому регулярно его тяжело читать просто потому что чужой конспект читать тяжело ну просто потому что тот кто конспектируется регулярно полагается на какие-то вещи которые он будет держать в памяти он же для памяти записывает он помнит всю лет а здесь он апортные пункты только пишет и поэтому чтение талмуда иногда ну вот так же легко читать как чужой конспект и вот но эти рассказы талмуд поместил то есть это рассказы ешивы которые читают это лекция которые наставники читали ученикам продвинутым ученикам сразу скажу не детям а студентам а то и аспирантам это очень продвинутые тексты естественно но ясно что это наставники и их рассказы были призваны чему-то научить собравшихся то есть мы в них ждем либо какого-то мы всегда ищем в них урок и это позиция всех абсолютно комментаторов Агады Талмуда они всегда пытаются понять какой урок либо в области мировоззренческой да философской мировоззренческой либо в области морально-этической и любой комментатор который берется комментировать он легко обычно довольно часто хорошо видно к чему ведется иногда это не сразу очевидно иногда да и чаще всего проблемы комментаторов состоят в том чтобы ухватить все стороны потому что рассказы Талмуда они обычно очень многомерны и там не любят плоских историй обычно на нее посмотришь так хорошо и так хорошо и зависит от того как поставить свет на эту историю она допускает огромное количество интерпретаций и все хороши и все одновременно верны то есть рассказы Талмуда они обычно безумно многомерны и к тому же очень часто и почти всегда особенно рассказы Талмуда они очень отшлифованы в том смысле что их части хорошо пригнаны друг к другу и каждая часть каждая деталь призвана что-то добавить к рассказу и в результате перед нами то что называется синопсис какой-то то что можно развернуть в огромную пьесу и в этом смысле с ними работать приятно но все время проблема в том что ты все не успел рассказать потому что она очень много тем закручивает в одну всегда это такое вот очень как называется интегральное мышление где не вот не что-то одно а наоборот вот все загнано в единое целое вот такой вот ну ну любимая этот самый мидраж как Всевышний создавал мир взял ком снега и ком огня и слепил из них наш мир да вот не касаясь этого агады но вот агада она регулярно вот тебе снег вот тебе огонь и все это в единое целое каким-то образом держится вот агада она именно вот таким образом построена хорошая и большинство из них и рассказывая раба Барбархана тоже хочется как бы уроки из них из них извлекает и вот читаешь и не понимаешь что я из этого должен извлечь рассказ про то но как волна поднялась и что-то пытается смыть а вторая волна говорит слабо не получится нам граница поставлена или как черт куролесит в городе махоза прыгая с моста на мост и когда власть узнает они его убили я как-то мораль пытаюсь выудить из этого с моралью как-то плохо морали не получается философия да тоже как-то не видно сразу и в результате читать комментаторов к этому месту каждый раз тяжело комментариев написано безумное количество причем писали гении писали вот ну все классики какие есть еврейские то есть махраль из Праги виленский Гаон Рабилия из Вильна Рабин Ахман из Братслава писали по этому поводу написано этот самый ну все написали что-нибудь и видно как им плохо в этом место а плохо вот почему какой выход из этих рассказов как их можно перекомментировать что с ними как их можно объяснить сразу надирает сделать два типа комментариев по двум типам либо трактовать все реалии которые там упоминаются как символы либо считать что все это какая-то аллегория разница между символом и аллегорием она не столь очевидна но грубо говоря аллегория я с самого начала что-то хочу изобразить в поэтическом виде весьма конкретно ну вот давайте я приведу пример он простой в данном случае вот там представляет скульптуру греческую там Венера Милоская вот эта дама безрукая сказать что это аллегория любви невозможно но потому что я не понимаю почему это аллегория а вот ежели вот что добавляет аллегорическое толкование я в данном случае хочу просто продемонстрировать что добавляет аллегорическое толкование от того что я скажу что Венера Милоская это аллегория любви я ничего к этой скульптуре не добавлю ничего нового тут не будет но если я к скульптуре дамы с повязкой на глазах и с весами в руке, скажу, что это аллегория правосудия, да, то это сразу добавляет. Мы понимаем теперь, что делает повязка, да, у нее на глазах, и что делают весы. Вот пока мы не сказали слово аллегория, это была просто странная скульптура с какой-то дамой почему-то, которая решила играть в жмурки, еще весы почему-то держат в руках. Неудобно в жмурке так играть с весами, но как только мы сказали аллегория, нам все сразу стало ясно. То есть, вот, когда мы говорим аллегория, это что-то добавляет глубины и понимания, что нам изобразил художник. Когда мы говорим о символах, то пример символа, опять-таки, из области скульптуры, этот самый, Петергов, да, Самсон раздирает пасть льву. Самсон раздирает пасть льву, это рассказ из книги судей, и все знают, что Самсон раздирает пасть льву, это Самсон раздирает пасть льву. Вот. То есть, но вот эта скальптура с 70-метровым фонтаном над ней вряд ли была задумана как иллюстрация книги судей. И к рассказу о о Шемшоне, который, как известно, разодрал пасть льву. Когда нам говорят, что это символ победы России над Швецией, то замечу, слово аллегория здесь не нужно, это не аллегория, это символ именно. Потому что Самсон раздирает пасть льву существует независимо абсолютно от этого фонтана. Существует в рассказе книги. Но в данном случае это символ победы России над Швецией. Мы понимаем, что лев, который здесь, это лев со шведского герба пришедший, соответственно, наверное, в виде Самсона нам изображен царь Питер или Россия, как хотите, или русская армия, здесь неважно, как вы собираетесь трактовать это все. Но понятно, что это символ. Но опять нам это что-то добавляет. Поэтому к поводу выхода из таких ситуаций, особенно, когда не понимают, к чему нам это рассказывают, это аллегорическое толкование либо символическое толкование. Сразу скажу, я и здесь опять вот мне приходится сейчас немножко теоретизировать по всему этому поводу и излагать некоторую теорию, но дело в том, что еврейские авторы не любят аллегор, не любят аллегорических толкований. Это не значит, что их нет, их полно. Они есть у Рамбома, они есть, да у кого только их нет. Но чистое аллегорическое толкование, а именно вот так и все, без прямого понимания рассказа вот этого еврейской традиции терпеть не может. Должен быть прямое понимание рассказа, к этому можно добавить какое-нибудь аллегорическое толкование. В рассказе Равы, Бар, Бар, Ханы нету прямого толкования рассказа, никакого. то есть остается говорить либо это аллегория чистая, с самого начала так задуманная, либо это какой-то рассказ о символах, либо, например, что это Рава Барбархана ничего этого не видел, он во сне все это видел и свои сны пересказывает. Тогда искать особой логики во снах, кроме ассоциативной, не приходится. Я хочу заметить, чтобы было понятно, есть рассказ, по-моему, в Энварге про то, как в Португалии были, ну, когда-то любили устраивать диспуты религиозные, и там христианская сторона на этом диспуте сказала, евреям привела примеры рассказа Рава Барбархана как пример того, что евреи привыкли врать и всегда врут. Как пример из Талмуда. Чистого вранья, ничем не замутненного. И, в общем, надо сказать, что если говорить о прямом смысле того, что здесь написано, то характеризовать здесь написанное как чистое, ничем не замутненное вранье, по-моему, будет ну не вранье, давайте выдумка, давайте я слово более мягкое употреблю. Как чистая, ничем не замутненная выдумка, это будет правильно. Значит, попытка сказать, что здесь заключены какие-то высокие истины, можно, но доказывать вам это будет трудно. но все эти рассказы обладают огромной притягательностью. Вот не такой, как рассказ оборона Мюнхгаузен. Я вот, честно говорю, я рассказ оборона Мюнхгаузена вот такой вот мишечку читал, вот как сейчас помню, во втором классе с восторгом. В взрослом виде я попытался их перечитать, восторга, я их помню. Перечитывание не доставляет мне дополнительной радости. Это не значит, что я счел, что они плохие, не боже мой, они симпатичные. Но как бы нет мотива возвращаться к этим рассказам. Они ясны, ясны, что рассказывает автор. А вот рассказы Рава Барбарханы ясны, что что-то подразумевает. И вот что они подразумевают некоторой задачей. Значит, я хочу заметить следующее, что любой грамотный еврейский автор, комментатор, символы в этих рассказах видят сразу исходу. Правильно он видит символы, потому что символы, они на то и символы, они могут расходиться. Да, значит, я уже сказал, что символ, он существует как бы независимо от рассказа, да, а аллегория, она обязательно должна быть частью рассказа, вот эта разница между ними, но там тонкая разница, я не хочу сейчас ходить в литературоведение серьезное. Но символик у некоторых вещей довольно очевидна, и любой еврейский автор знает стандартные символики, еврейские стандартные символики. Вот, скажем, вот когда мир очень любил символические толкования, это поколение Раби Шимшина Рафаэла Гирша, это, значит, у нас последняя треть 19 века. Вот одновременно в Германии вышло два комментария к Торе, эти книжи, Раби Шимшина Рафаэла Гирша и, по-моему, Раба Кахана. Один очень ясный, а один символический, символический Раби Шимшина Рафаэла Гирша. Насколько он был популярен. Более того, в 90-х годах этот комментарий Раби Шимшина Рафаэла Гирша с немецкого перевели на еврей. Популярность его безумна. Сегодня не столь популярен, но в 90-х годах на него набросились 20-го уже века, как на слово, попавшее во время. Я буду говорить об этом, потому что Раби Барбархана есть о чем говорить. Это возвращение времени. И вот он действительно дает ключ к некоторым, например, вот его символы при жертвоприношениях в Торе они действительно блестяще работают Раби Шимшина Рафаэла Гирша, хотя они нисколько не отменяют собственного значения жертвоприношений, но символические ключи, они очень полезны для понимания обряда жертвоприношений храмовых. Но точно так же есть некоторые вещи, которые любой еврейский автор видит сходу, и он отлично знает, что есть что. Например, вот когда говорится в тексте, который мы собираемся воспринимать как символический слово море, то любой еврейский автор на глубоком автомате скажет варианты море это мудрость или море это Тора. Вот это просто идет на глубоком автомате. Либо символика псалмов те, кто помнят псалмы, с которой начинается суббота, которые читают, то там мекоях маем развим адирим мишабреем мишбареем адир бамаром это символ мощи, когда речь идет о море, это какой-то символ природной мощи адир бамаром хашем. Поэтому когда говорят море, то символику любой человек, который находится в еврейской культуре, внутри нее видит автоматически и начинает таким образом комментировать сразу символикой, то есть можно ли работать прямо с символикой. Значит, вот этот рассказ, о котором мы говорим, то есть второй рассказ наших изданий. море, по нему на расстоянии 300 парс ходят волны и высотой 300 парс, да, вот, и поднимают и подняли корабль Симна Хадахава Азлина. Один раз мы были на дороги и нас волна подняла до звезды. До небес, если я правильно помню, 600 парс, то есть до половины пути. И там была маленькая звезда Кохба-Зута, маленькая звезда площадью, ну вот, я сказал, где-то, ну, скажем, 200 метров на 200. как нам сверху казалось, ближе мы подойти не могла, потому что, если мы приблизились ближе, она бы нас сожгла. Значит, мы уже сказали, море – это мудрость, да, обычно. Я в данном случае, например, следую единогласному комментарию типа хагры Виленского Гаона, который автоматом говорит, либо второй вариант, который возможен здесь, покажу, как он здесь устроен, значит, волна мудрости поднесла за звезд, и вдруг мы слышим, одна волна говорит, другой, а не уничтожит ли мне еще что-нибудь? Вот это еще подруга, оставила ли ты мне в мире еще что-то, что ты не смыла, не уничтожила, я туда пойду и уничтожу. Еще раз, если мы говорим о мудрости, то мудрость, которая вознесена до звезд, море мудрости, обратите внимание, волна, она не сама по себе, волна не является персонажем, волна является частью этого моря, она персонафицирована, она существо в этой истории, но она сама мудрость, часть вот этой вселенской мудрости. Ее вопрос к подруге, если оставила ли ты в мире что-то, что еще не уничтожено, это обращение к такой же мудрости, как и она, к другой, но из того же моря мудрости. отвечает волна, я бы с радостью, но на пути стоит песок. Опять, я хочу заметить следующее. Нетрудно догадаться, что еврейские комментаторы опять-таки действуют абсолютно автоматически. вот когда в одном рассказе в середине упоминается звезда, а в конце упоминается песок, то они тут же вспоминают отрывок Авраам, союз Бридбенг и Батарим, пророчество Авраама по поводу посмотри на небо. если можете считать звезды таким будет потомство твое, да, не пересчитать. Они будут многочисленны как песок морской, да, то есть у нас появление звезды и песка в одном рассказе, опять, вот это чтение символов, стандарт символов, в данном случае я ведь вот просто чтобы мы видели всегда такие вещи. Есть стандарт символов. Вот эти стандарт символы появления рядом звезды и песка не может ни один еврейский автор не сказать, что речь как-то идет о народе Израиля. Это просто происходит на глубочайшем автомате. Именно в силу стандарт символов, зачем они нужны. С их помощью можно обращаться друг к другу. Это как терминология, это как математик говорит какое-нибудь слово, другой математик знает, что за ним вообще-то чтобы раскрыть это слово нужно пять фраз. Слово компакт, например. Оно для всех нормальных людей означает одно, для математики оно означает совсем другое, и оно замкнуто и ограниченное, как мы помним, известная шутка по этому поводу. Вот то же самое. Это символический разговоры на уровне символов, точно так же, как русские регулярно общаются друг с другом полуцитатами из анекдотов. Это же все эти полуцитаты или полуцитатами из мультфильмов, они же некоторые реальности открывают сразу же, которые все сразу же понимают. Скажем, попробуйте любому русскому сказать, ну что, опять? Он сразу поймет, что имеется в виду, у него в голове все за этим лежащее сразу всплывает этот самый мультфильм, он начинает тихо ржать и прекрасно понимает, о чем идет речь. Вот то же самое. Вот этот способ общения, он у мудрецов ведь есть, и они все это видят. По этому поводу тогда мы понимаем следующее, что если море мудрость которая может вознести до звезды так, что еще немножко и сожжет, но не может выйти из берегов, потому что там песок, который Всевышний поставил границы для моря, что подтверждается цитата из пророка Ирмия, да и не только салмов, но это ровное такое место. И этот символ он тонахический безусловно как песок, как граница воды, на самом деле по-моему символ красивейший, потому что песок, который смывается в море, и он же является границей моря, это такая потрясающая динамика, и море его же и приносят при этом, это потрясающая динамическая граница, вот если подумать, да, и мелкие песчинки, которые не могут ничего удержать, символика в данном случае она вот какая, одна песчинка, она ничто рядом с водой, она ничто рядом с волной, она ничто рядом с валом, и сто песчинок ничто, но вместе они неодолимая преграда. Причем еще есть что-то, вернется что-то, преграда. Но тогда, коли мы об этом говорим, тогда то, о чем говорит Рава Барбархана, если при таком символическом чтении, замечу, я не пытаюсь в данном случае перейти на частности чтения любых из комментариев, я просто показываю, откуда он берется, и как строится схема здесь на глубоком, причем эта схема будет автоматическая, и она будет отличаться деталями. Я потом покажу, как устроены детали, это может быть важно понимать, насколько по-разному эти детали можно комбинировать, но схема выглядит так, мудрость, возносящающая к небесам и способна уничтожить. причем убежденность в той волне, которая подняла корабль в данный момент, которая говорит подруге, которая уже здесь была, ведь ясно, осталось ли в мире что-то, что-то не смыло. Эти мудрости возвращаются в их уничтожающие силы. Вот при таком понимании, а в данном случае я следую более-менее комментарию Рава Кука, у нас получается так, что мудрость, то, о чем говорит Рава Барбархава при чтении символического этого отрывка, он говорит о некоторых страшных вещах, что мудрость, которая возносит нас до небес, и позволяет видеть звезды на уровне, что мы можем оценить их площадь, как будто это огород для засева сорока Сеа Хардаля, горчицы, то есть звезды, как свой огород. Эта же мудрость, она уничтожает. Но не весь мир, весь мир она уничтожить не может. Есть песок. Если так говорить, то в рамках такого понимания Рав Кук считает, что это так, что песок это какие-то еврейские убеждения, которые даже не мудрость, это то, что остается, если вылить всю воду, основа, скелет какой-то иудаизма, который пропустит через себя все эти мудрости и останется тем, что есть. И благодаря этому еврейский мир не уничтожится. Рав Кук на самом деле у него есть подход, который он очень любит и он к нему возвращается раз за разом. У Рава Кука он считает, что любая доктрина, любая мудрость, она имеет пользу. Из нее всегда можно извлечь нецутсу, то, что называется в Хабаде, обычно в таких случаях употребляет оборот извлечь нецутсу. Из нее всегда можно извлечь что-то хорошее. Во-первых, она всегда имеет положительную сторону, потому что в мире, созданном Всевышнью, ничего совсем плохого нет и быть не может. Это все несет в себе зародыш чего-то хорошее. Я напоминаю, что там куча народу любят говорить, что по-китайски кризис ломать, да, по-моему, и появляется что-то новое, но я всегда напоминаю, что в иврите это еще красивее, потому что мажбер на иврите это роды, причем именно сами роды, сам процесс родов. И это безумной красоты понимание слова кризис, что кризис вот это разлом, да, это роды, кризис рождается. И Раф Кук, когда говорит о чем угодно, даже там то, что нам не нравится, он всегда указывает на положительные какие-то стороны или на когда это невозможно даже, он будет говорить про то, что родится из этого плохого. В данном случае, если считать, что мудрость, о которой идет речь, мы говорим про Раф Кук в данном случае, это нееврейская мудрость, да, я хочу просто процитировать вас один комментарий, который мне безумно понравился в данном случае, это комментарий, чей же это, это не Ритба, это не Хагра, это и не Бенварджа, сейчас, кто же это был, один момент я сейчас соображу, говорит про, мне просто ужасно хотелось его зачитать, только для этого надо найти этот комментарий, куда-то скопировал, просто такие вещи надо не пересказывать, а цитировать, просто зачитывать, вот здесь, нет, потерял, ну, неважно, значит, там краткое содержание, комментария к этому месту выглядит так, замечу, что речь идет о авторе, жившем в 15 веке, значит, там говорится так, есть мудрость всемирная, которая называется физика, там автор просто ибридскими буквами пишет слово физика, но он там говорит, и эта необходимая мудрость, она является необходимой для строительства и для научных достижений и так далее, но есть все, я собрался, почему я не нашел, потому что комментарий к первому расскажу, но есть философия, которая не является мудростью, которая способна и вознести, и испортить, но еврейский мир может спокойно мудрец пользоваться и тем, и другим и, ну, грубо говоря, сделать этому гигио. Так вот, вполне современный комментарий к этому месту, я потом, я в следующий раз расскажу комментарии более классические, но мне хочется показать вам, как в современном мире это преломляется, а не на самом деле, тот, кто это рассказывает, он стоит на старых комментариях просто преломление современное. Итак, идут волны высотой в полмира, да, 300 парсот это почти до полу небес, которые идут на расстоянии. Значит, в мире есть интеллектуальная мода, она же доктрина политическая, социально-политическая, все эти доктрины всегда связаны с философией, они никогда не приходят просто так, политические доктрины всегда сопровождаются идеологическими, причем отбрасывающие свет на философию, на эстетику, на все подряд. Они, например, коммунизм, коммунистическая идея, она способна смыть полмир, безумно привлекательна, она поднимает до небес, я хочу заметить, что там рядышком шло несколько сходных идей, но итальянский фашизм, он безумно эстетичный, он привлекает эстетикой, опять, не всех зависит от человека, но большинство, подавляющее большинство населения, итальянский фашизм, я не говорю про немецкий нацизм, просто потому, что это немножко разная природа, хотя немецкий нацизм, заимствует у итальянцев именно эстетику фашистскую, итальянскую, по ряду пунктов, хотя портит по ряду других пунктов, чисто немецких, безумно привлекательна, интеллектуально привлекательна, это очень важно, эстетически привлекательна, и обещает вознести к звездам, еще немножко можно обжечься и снести мир. Вот на самом деле я хочу заметить, что обычно все эти идеи, они же не являются сугубо отрицательными, в них есть очень хорошее здравое зерно, просто они как вот эти волны не знают границ, они страшны, пока не наткнутся на границу, вот когда они безудержны 300 парсот волна идет, да, она страшна, но то же самое в виде волны, на ней покачаться приятно, она полезна, есть вопрос границы, но опять, вот эта идея, которая будет всюду идти, то, о чем почти всюду говорит право Барбархана, он говорит о страшных силах, которые способны разрушить мир, но не разрушают, что останавливает, он говорит о границе нашего мира, нашего шалом, да, как бы это сказать, знаете, что такое шламбайт, да, шламбайт это японская ва, вот мы как обычно нам нужно для русской культуры характерно, мы ищем какие-то понятия где-то на востоке, а у нас под боком, вот японская ва, это такое спокойное, равновесное, благожелательное атмосфера в доме, которая на еврейском называется шламбайт, это оно и есть, это шламбайт, значит, вот, которые способны разбить шламбайт, причем я понимаю в самом широком смысле шламбайт всей нашей еврейской цивилизации или текущей цивилизации, и есть ли граница на всей этой угрозе, и являются ли эти силы, и вот это главный, один из главных вопросов, являются ли эти силы внутренними в этой цивилизации или они внешне, вот этот рассказ Рава Барбархана про волны, если мы понимаем море стандартом, что море это мир идей, не платоновских, а человеческих, что это мир мудрости, который сам из себя выращивает волну, которая грозит уничтожить мир, то тогда мораль, эта история в конце, даже не мораль, а Всевышний поставил песок границы моря, что человечество цивилизацию от ее же мудрости защищает сам Всевышний, он не даст перейти эту границу, при таком по нему, но вот я хочу вернуться к пшатой истории, к основному смыслу, до аллегории всех, то, что в этой истории есть волны, которые пытаются уничтожить мир и возносят до небес, и только указом Всевышнего не уничтожают мир, это история пшатная, которая есть. И об этом, и это направление для раздумываний. Дальше я покажу, что мое понимание, в данном случае не мое, а оно построено на идеях Рава Кука, в данном случае, оно правильное по отношению к данной истории, то есть оно очень неплохо объясняет серию рассказов и серию угроз цивилизации, точнее, вот не угроз цивилизации, а опасности цивилизации. Вот, на всем я сегодня должен, конечно, уже закончить, у вас там через 12 минут следующая лекция. Значит, мне задают вопрос упоминание, что кенгуру могут быть результатом связи ангелов с женщинами, я не очень верю, что в Медраше могут упоминаться кенгуру по самой простой причине. Если бы они в Медраше упоминались, то никто бы не понял, что это кенгуру, потому что как можно упоминать то, что никто еще не видел тогда. Можно говорить про более общие вещи, но очень трудно говорить о конкретике, которую никто не видел. Можно предсказать какое-то явление, но не его конкретные формы, то есть идея может быть. Но я по поводу кенгуру хочу заметить следующее, что в Медраж Вавилонской башни там есть объяснение, почему Брахам и Шанагабриот, создавший чудесные твари, произносится на обезьяны слонов, как известно, потому что некоторых строителей Вавилонской башни всевышний превратил в обезьян, а некоторых в слонов. Вот эта идея, что человек, который глядит на обезьяну, хихикает, и что обезьяна и человек родственники, она в Медраж раба есть, только не человек произошел от обезьяны, а обезьяна от человека. И, в общем, как говорил Раф Цадок из Люблина, Всевышний создал обезьяну для того, чтобы человек всегда видел пародию на себя. Это карикатурный человек, это Раф Цадок из Люблина, один из любимых авторов хасимских. Если есть вопросы, коротко могу ответить, длинный не могу к следующему разу в письменном виде посадить. Всего доброго, Наталья. Спасибо.